Вот они, настоящие герои, для которых подвиги – это обычная работа. Старший полицейский Дмитрий Платонов вместе со своим напарником в минувшие выходные спасли из пожара троих детей. Во время их дежурства произошло возгорание частного жилого дома по улице Смолина, 28. Прибыв на место, женщина сказала нам, проходящая женщина, что находятся дети в доме. Мы приступили к эвакуации детей. Там три квартиры были. В одной квартире никого не было, в двух квартирах были двое детей и одна женщина, а в другой квартире была маленькая девочка. И это бойцы Национальной гвардии России. Ведомство включает в себя не только полицейских, но и в неведомственную охрану – СОБР, ОМОН. Свой профессиональный день сотрудники представили на выставке экипировку своих подразделений. Например, вот так выглядит сапер во время спецоперации. Костюм облегченный, выдерживает попадание осколков, соразмерных с шарикой, массой 1 грамм, в диаметре 6 миллиметров, со скоростью 350 метров в секунду. Практически пулю держит пистолетную. Выставку посетили первые лица республики и города. В основном всех интересовало представленное боевое оружие. После сотрудников ведомства поздравили уже официально. В зале собрались не только действующие бойцы, но и ветераны подразделений. Хоть и Росгвардия служба молодая, состоит она все-таки из давно работающих структур. Мы гордимся, что много достойных людей служат в войсках Национальной гвардии. Хотелось бы быть уверены, что вы и впредь так же хорошо, преданно будете служить нашей Родине. Лучших сотрудников Росгвардии отметили благодарственными письмами. День войск Национальной гвардии России теперь ежегодно будут отмечать 27 марта, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России. Наталья Домбаева, Дарья Белоусова, Евгений Павлов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok